По легенде, школу захватили террористы. Два боевика проникли в здание, взяли нескольких заложников. Тут же был отправлен тревожный сигнал на пункт централизованной охраны. Первыми на место чрезвычайного происшествия прибыли бойцы Росгвардии. Их задача – оцепить периметр. На месте и экстренные оперативные службы. Полиция, МЧС, скорая. В это время переговорщик уже вступил в диалог с захватчиками. Сотрудник правоохранительных органов должен добиться того, чтобы его впустили в здание, убедиться, что заложники живы и невредимы. По сценарию, боевики требуют освободить диверсантов, проникших с территории соседнего государства, и дать им беспрепятственно уйти. То есть, я так понимаю, сопредельного государства в Украине? Да. Благодаря слаженной работе бойцов, заложников освободили, а злоумышленников обезвредили. Они сдали оружие. Но, по легенде, террористы оставили в школе подозрительный предмет. В работу включились взрывотехники. Людей из помещения оперативно вывели на безопасное расстояние. А кинолог с собакой обследовал коридоры, классы и лестничные марши. Эксперт заключил – опасности нет, в здание можно возвращаться. Такие тренировки в Карачанском районе проводят дважды в неделю. Такие учения проводятся нами на регулярной основе. И результатом этого является наша слаженная совместная работа с коллегами при осложнении оперативной обстановки. Хочется все время совершенствовать свою работу. Мы совместно еще с коллегами из других ведомств эти моменты обсудим, на чем в следующий раз нам надо акцентировать внимание. В целом, хочу оценить работу всех подразделений сегодня на твердую четверку. Во время командно-штабных учений специалисты оценивают, как соблюдаются требования антитеррористической защищенности. Исправлены ли системы оповещения, видеонаблюдения, охранная и тревожная сигнализации. Следующую тренировку проведут в одном из социальных объектов муниципалитета.